Нравственно-патриотическое воспитание молодежи – одна из приоритетных задач современного общества. По инициативе руководства образовательного учреждения номер 4 была организована встреча учащихся с ветеранами афганских событий, труда и Министерства внутренних дел. Также в качестве почетных гостей были приглашены работники городского управления образования, представители благотворительного фонда «Инсан» и общественные деятели. Выступая перед собравшимися, заместитель начальника управления образования Марат Даимов сказал, что подрастающее поколение должно брать пример со старших. Тех людей, которых коснулись тяготы военных событий, внесших большой вклад в становление и развитие мирной страны. Мы сегодня думаем с вами все вместе о нашем подрастающем поколении. Воспитание, о нем можно сегодня говорить много и долго, но основное – это, наверное, чтобы наши дети выросли людьми. Я не буду говорить обо всем, можно говорить долго. Мне бы хотелось, чтобы говорили сегодня вы, наши старшие, наше взрослое поколение, на которых мы смотрим, на которых мы равняемся, у которых есть большой опыт, чтобы наши детишки послушали вас, тех людей, которые многое в этой жизни повидали и остались достойными людьми. Далее слово было предоставлено почетному гостю мероприятия, председателю Совета ветеранов войны и труда Кизилюртовского района Шарудину Магомед Алиеву, который в своей речи обозначил, что каждый человек должен быть преданным своей родине, ценить устоявшиеся традиционные ценности. С момента рождения самое главное, что мы получаем? Мы получаем своих родителей, маму, папу и родину с первого дня рождения. Вот его и мы ценим и должны ценить все будущее жизни. Не зря мы о это говорим. Почему? Потому что мы теперь надеемся на вас. Вы надеялись, мы надеялись на своих отцов. Вы надеялись на нас. Регулярные беседы с молодежью на патриотическую тематику дают положительный результат, отметили организаторы. Встречи данного рода в образовательном учреждении проводятся систематически. Духовно-нравственное воспитание современной молодежи – одна из основных целей для педагогов. Бика Сулейманова, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».